Добрый вечер, дорогие наши уважаемые гости, дорогая, любимая компания Лайса. Я хочу еще раз приветствовать вас в нашем уютном, теплом помещении. И пока идет сбор гостей, пока наши дорогие гости собираются, мы задали им несколько вопросов. И давайте послушаем, что они ответили. День Рождения Такие сложные вопросы киней, пожалуйста. А-а-а, 10-го Валентина. А, Хэллоуин. Именины. Я самолюбивый молодой человек. Мы сегодня отмечаем корпоратив акционерного общества Лайса. А опишите идеального сотрудника. Мускулистый, загорелый, длинноволосый, на бедренной повязке. Это мужчина ходит в белом халате, халат запачкан кровью. С такой, с поцарапанным лицом и большими ногтями такой. Еще помню. Ходит в полосатом свитере и в шляпе черной. В каске, в оранжевом жилете с черным лицом. Он такой костлявый, с короной и ходит такой. Он потный, он в комбинезоне, с волосатой грудью. Такие сложные вопросы к тебе, пожалуйста. А-а-а, это девушка в таких обтягивающихся кожаных штанах, косуха и красные губы. Ну, грациозное оно, оно, вот, накрашенное, румяное. Она с большим кривым носом, с бородавкой на носу. Такая красивая, длинноволосая, с хвостом. В чешуе. С черными губами. С ракетом. Ну, она такая в косынке, такая крупная женщина, такая нарядная. И с большими, сильными руками. Поделитесь, а как проходит ваш рабочий день? Прихожу на рабочее место, приезжает клиент, загоняю машину, включаю подъемник, поднимаю, смотрю, что там неисправно. Беру инструменты, закручиваю гайки, раскручиваю их. Колдун-гадалка, я вот хожу с картами и предсказываю всем судьбу. За большие деньги, говорю хорошие, приятные вещи. Разминаюсь, смотрю сопернику в глаза, немного начинаю очковать. Но самое главное, чтобы страх был контролируемый. Вот, и все получится. Раскладываю свой стульчик, собственно, чуть-чуть поддаю, чтобы мне можно было одолеть весь этот ажиотаж времени до улова. Насаживаю мотыля и закидываю удочку, собственно, в этот. Да нет никакого процесса. Включаю печку, прихожу, жду, когда нагреется баня. Потом иду сам в баню, все. Кайфую. Отдаюсь в руки профессионалов и кайфую. Улыбаюсь, встречаю детей, занимаюсь с детьми. Кормлю их, укладываю спать. Опять кормлю, играю. Такие сложные вопросы, я не понял. Корпоративный футбол у нас. Приходим, переодеваемся. Мужской коллектив. И на поле, вперед. Я постоянно перехожу на работу и ключи забываю дома. Вот, и придется руками вот эти трубы раскручивать и монтировать. Сплю, дальше встаю, иду домой. И дальше опять сплю. С утра до вечера я катаю паровозики, мою детей, кормлю их и с ними гуляю. Я что я делаю? Я одеваю костюм, я раздеваюсь, потом я одеваю костюм, я одеваю огромный шлем. Смысл вашей работы в чем? А его нет. Я просто в кайф. То есть это раздеваться, одеваться. Ну я прихожу каждое утро, пью кофе, а потом поднимаюсь высоко и скачу по трапециям. Встаю, умываюсь, чищу зубы, иду на зарядку, потом на завтрак, потом в свободное время или какие-то игры, потом обед, тихий час, вечером тоже гуляние, там игры, ужин и отбой. А напойте гимн вашей компании. Только рюмка водки на столе. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок. Девчонки. От улыбки станет всем светлей и слону, и даже маленькой улитке. В России нет, мы скажем прямо, команды лучше, чем Динамо. Луч солнца золотого. Пройти, не поднимая глаз, пройти, оставив легкие следы. Светись к странам, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. На лабутенах и в офигительных штанах. Скажите, а что вы испытываете при виде Армена Артемовича? Наслаждение, удовлетворение, немного грусти. Наверное, это что-то такое в прострации, кружится голова, двоится в глазах, некая рассосредоточенность. Болит голова. Ну, живот болит, наверное, это периодические позывы. Прет. Да, прет, раздувает, не знаю. Такой легкий холодок по спине, когда не знаешь, чего ожидать. Кровь приливает к лицу, ты краснеешь, тебе становится жарко и хочется кого-нибудь прибить. Ну, бывает, некоторые в обмерке падают. А-а-а! А-а-а! Знаете, сначала такое приятное возбуждение, а после этого тревога крутит-мутит, ну и постоянно хочется куда-нибудь убежать. Тяжесть в животе, рвота, головокружение. А, и кратковременная потеря памяти. Бурное-бурное веселье, как бы необузданные шутки и, соответственно, непредвиденное поведение. А поделитесь, какую премию вы получили на новогодние праздники? Гайки, прокладки, ну, соответственно, прокладки рабочие, трубы, шайбы, мячи, футбольные, лыжи, хоккейные клюшки, санки, коньки. 4 миллиона 250 тысяч рублей российских. Рублей 20, наверное. Лыжи, лыжи всегда. Знаю всякие остатки материалов для ремонта строительных, там, кусочки обоев, какие-то непонятные доски. Такие сложные вопросы, какие-то непонятные. Пиво, вино, коньяк, водка. Запасные трусы. Мобильный, жевательная резинка, зеркальце, помада. Стул с гвоздями, значит, колесо. Кокаин, героин, марихуана. Ваши пожелания. Всем желаю счастья, любви, добра и всего самого-самого наилучшего в наступающем 2017 году. С наступающим Новым годом здоровья, счастья, успехов в работе, карьерного роста. Всегда оставаться такими же позитивными и в Новом году, и в последующих. Счастливого Нового года, успехов, процветания. Чтобы дом полной чаши, чтобы в работе все спорилось. Всего самого наилучшего. И коллеги, приезжайте почаще в Санкт-Петербург. Здоровья, любви, добра и всего-всего самого лучшего в Новом году. Желаю всем удачного Нового года и счастливого следующего года. В первую очередь, хотел бы пожелать личного счастья, здоровья, удачи в Новом году. А в рамках коллектива хотелось бы пожелать, чтобы мы развивались, мы становились больше, успешнее. Счастливее, наверное, в компании. Здоровья, удачи вам. Ну и держитесь. А я всем желаю, чтобы все были такой же огромной, большой, сумасшедшей совершенно командой, которой вообще просто можно реально просто ломать горы, строить города, создавать, не знаю, галактики, вселенные. В общем, всегда нам оставаться вот такими же замечательными, какие мы есть. С наступающим Новым годом! Ура! И последний вопрос. А кто оплачивает сегодняшний банкет? Рядом со мной стоит отдел прямых продаж.